Пожалуйста, задавайте. Курс будет открыт, курс размещен на Степике, на платформе Степик, и любой желающий может зайти и обучаться по той траектории, которая для него удобна. Но прежде чем рассказать про этот курс, я бы хотела сказать, что в рамках онлайн-курса вы вправе получить удостоверение о том, что вы прошли программу повышения квалификации. И изначально эта программа у нас рассчитана на 72 часа, она предназначена и в основном ориентирована на учителей, потому что примеры из среднего образования, и поэтому, собственно говоря, мы написали, что это программа для учителя. Понятно, что очень много общего и со средним образованием, и с высшим образованием, но, тем не менее, как бы вот мы решили остановиться на учителе пока. Соответственно, так как программа получилась очень большой, и я вам сейчас буду рассказывать, из каких блоков она состоит, то последнее вот у нас было совещание буквально недавно, на прошлой неделе, было принято решение, что те, кто выполнит все задания, тот сможет, в общем-то, получить удостоверение о повышении квалификации на 128 часов. Хотя там можно и на 144 на самом деле, потому что, ну, реально получился такой большой объем информации и форма обучения в онлайн, и программа, собственно говоря, вот для повышения квалификации учителей. Название у нее, у программы повышения квалификации немножко другое, но это для того, чтобы так чуть отличаться от онлайн-курса. Онлайн-курс, он бесплатный, а программа повышения квалификации, она будет, конечно, платной, потому что у ЮНЕСКО нет лицензии на право ведения образовательной деятельности в Российской Федерации, поэтому программа осуществляется в рамках сетевого взаимодействия, соглашения о сетевом взаимодействии с институтом «Четыре портфолио». И, собственно говоря, там стоимость тоже такая, достаточно гуманная, все зависит от того, сколько человек придет от учебного заведения. Значит, я дам обязательно ссылку для того, чтобы вы там сами посмотрели, там разные, так скажем, варианты стоимости. Ну, это если вы хотите удостоверение. Если не хотите, то вся программа абсолютно бесплатная. Значит, там можно отвечать на вопросы, принимать участие в обсуждении. Все это совершенно доступно и совершенно открыто. Ну, собственно говоря, рассматривая вот эти цифровые инструменты и сервисы, хотелось бы отметить, что действительно информатизация или, как чаще сейчас ее называют, цифровизация, конечно, становится таким безусловным трендом в мировой отечественной системе образования. И цифровые технологии являются, наверное, одной из самых обсуждаемых тем в педагогической среде. В школах и в вузах наблюдается такая ярко выраженная цифровая трансформация. И по большому счету нужно понимать, как относиться к этому процессу. То есть если процесс идет и от него нельзя ни в какую сторону отойти, то есть выбор – либо его возглавить, либо его отторгать, либо смотреть за тем, как он там сам по себе протекает. Вот все-таки есть предложение возглавить этот процесс, чтобы он шел в том направлении, в котором нам с вами интересно. И, соответственно, изменения вот такие серьезные, наверное, впервые за всю историю педагогики такие серьезные изменения происходят в системе образования. И очень сильно меняется роль учителя в новых условиях. Сегодня все больше востребованы на разных уровнях образовательного процесса самые необычные, самые какие-то удивительные веб-ресурсы и сервисы, инструменты для электронного обучения, онлайн-обучения. Появляется очень много открытых образовательных ресурсов, с помощью которых учитель может сам учиться, либо он может своих учеников отправлять учиться на эти образовательные ресурсы, для того, чтобы они могли выстраивать свою образовательную траекторию. Если он не понимает простейший какой-то раздел, значит, он может это посмотреть в удобное время, в удобном месте дополнительно. Если ребенок талантливый, и ему требуются более серьезные какие-то ресурсы и сервисы, то тоже можно ему предложить открытые ресурсы. И действительно, сейчас появляются совершенно необыкновенные сервисы, и, собственно говоря, вот в этом курсе хотелось бы рассказать о них, потому что прекрасно понимаю, как самодействующий преподаватель, у нас с вами есть основная работа, от которой очень сложно оторваться, и очень сложно понять, что вот вдруг появился какой-то инструмент, он простой, легкий в использовании, а я вообще о нем никогда не слышала. Как о нем услышать? Ну, я, допустим, вот веду несколько групп в социальных сетях, у меня три группы ВКонтакте, четыре группы в Фейсбуке, две группы в Одноклассниках. Я обязательно дам ссылки, я вас всех приглашаю, потому что мы там с вами сможем постоянно общаться. И, конечно, в ходе изучения курса мы рассмотрим отечественные и мировые тренды, лучшие практики, рассмотрим современное состояние цифровизации образования в России и за рубежом, у меня есть большой опыт стажировок за границей, и я буду вам постоянно рассказывать о том, как это все проходило, как-то я стараюсь сконцентрировать вот это все, вот эти знания. Я была исполнителем очень большого такого гранта, посвященного многомерным электронным образовательным ресурсам. И, ну, здесь, конечно, все это невозможно, так скажем, рассмотреть, потому что там был очень большой грант. Мы целый год во всех, так скажем, по всей стране ездили, смотрели, как это используется, сделали и адаптировали 300 образовательных ресурсов с 1 по 11 класс, по всем предметам. И, конечно, это была огромная работа. Я так постаралась сконцентрированно сделать такое маленькое пособие для того, чтобы, ну, хотя бы самые какие-то интересные, 300 же я не могу вам такой ужас предложить, а я какие-то наиболее интересные собрала с рассказами о том, что это за курсы. Вот это обязательно рассмотрим, но это маленькая такая часть нашего курса. Затем мне бы вам хотелось рассказать, конечно, не только об инструментах и сервисах, но и о психолого-педагогических, методических аспектах их использования. Потому что одно дело, когда я вас научу нажимать на кнопки и пользоваться каким-то одним инструментом, на следующий день появляется другой инструмент, а вы только на кнопки умеете нажимать. Поэтому очень важно понимать какие-то такие тонкие, методические, психологические, педагогические аспекты. И вот об этом тоже буду всё время рассказывать. То есть это будет одновременно теория, методика, практика для того, чтобы человек вышел подготовленный именно в области информатизации образования. Потому что это отдельный предмет, отдельная дисциплина. И на практических занятиях мы с вами будем рассматривать требования к учебно-методическому обеспечению. Мы с вами будем заполнять такие специальные рабочие тетради. Они будут прикреплены к курсу. Ну, допустим, будет такая работа практическая, такой воображаемый кейс. К вам, ваша школа купила какие-то электронные образовательные ресурсы или планирует их купить. Вы их пока не пробовали, вы только почитали рекламу, аннотацию, и вы пытаетесь понять вообще, что это такое, стоит это приобретать. То есть это на самом деле очень сложный момент. Это деньги, один раз купил, потом уже не купишь то, что понравится. Как подойти к этому процессу? Ну, я вам дам такую примерную схему анализа. Как провести анализ этого программного продукта для того, чтобы хотя бы самому понять, вообще он нужен или нет. Может быть, стоит другое купить. Вот такая работа. Потом у нас будет работа, связанная с использованием какого-то из предлагаемых инструментов. Инструментов будет много, на самом деле. Я сразу предупреждаю, конечно. Я постаралась сделать так, чтобы человек, прочитав про эти инструменты для себя, выбрал то, что ему нужно. Ну, допустим, есть инструменты для создания анимации. Простые, удобные. Есть инструменты для записи видео. Очень простые и очень удобные. Есть специальные системы для того, чтобы проводить презентацию с одновременным опросом с обратной связью и обработкой полученных результатов. Ментиментр. Да, может быть, многие слышали. Об этом расскажу. Есть совершенно замечательные программные продукты по выстраиванию ленты времени. Есть там много всяких программных продуктов для совместной работы, для интерактивных досок. Я буду рассказывать про интеллектуальные системы, но так очень коротко, чтобы было понятно, а не техническим языком, хотя технарь по образованию. Но, тем не менее, старалась так по максимуму адаптировать. И я с удовольствием буду, так скажем, реагировать на обратную связь. Если вы скажете, что Светлана Валерьевна, напишите, пожалуйста, более простым языком об этом. Я с удовольствием это сделаю, хотя вроде старалась как-то так вот совсем уж просто все это описать. Ну и, конечно, вот в этих условиях меняется деятельность педагога, и новые навыки учителя формируются уже в новых совершенно условиях. И мы с вами будем ориентироваться на такие вот интересные структуры КТ-компетентности учителей, которые созданы ЮНЕСКО, такое обобщение международного опыта. Об этом тоже буду вам рассказывать, как подходит, так скажем, общественность педагогическая в других странах к роли учителя, к тому, что нужно знать, как нужно знать, на каком уровне общество вокруг происходит. Ну и, собственно говоря, вот все, что здесь перечислено, мы все будем рассматривать. И технологию виртуальной, и дополненная реальность, очень много ссылок, очень много дополнительной литературы. Если вы хотите углубиться в какое-то направление, я постаралась максимум ссылок сделать, для того, чтобы вы смогли там более подробно посмотреть то, что вы хотели бы. Ну и как, собственно говоря, проходит все вот это обучение. Прежде всего, необходимо будет зарегистрироваться на портале Stepik. Да, вот все те, кто присутствовал сегодня, я всем обязательно пришлю ссылку, как только откроется курс, он сейчас вот проходит все шаги утверждения в ЮНЕСКО, значит, сразу вам пришлю ссылку для входа. Вы регистрируетесь на портале, по этой ссылке регистрируетесь на курсе, затем вам открывается обучение в индивидуальном темпе, там можно все обсуждать, можно со всеми консультироваться. Отдельно я там размещу ссылку на сообщество ВКонтакте. Почему? Потому что мало ли там, допустим, что-то закрылось, вы что-то упустили в ВКонтакте, мы с вами будем всегда. Это мое сообщество, я его сама веду, и поэтому здесь мы с вами можем обсуждать сколько угодно все наши, так скажем, вопросы и секретики. Но для тех, кто хочет получить удостоверение, те, конечно, должны сдавать работы, вот эти рабочие тетради присылать, и все тоже будет подробно написано, где какая рабочая тетрадь, на сколько часов и так далее. Да, все фиксируется. Значит, там хорошо тем, что каждый ваш шаг, ответ на вопросы, он обязательно фиксируется. То есть вот приняли участие в обсуждении, вам там балл поставили за это, написали ответ на такой-то вопрос, там будет очень много вопросов со свободным ответом. Я это сделала умышленно, потому что я считаю, что мы с вами люди взрослые, и вот, так скажем, делать акцент на тестирование, здесь нет смысла. Важно выслушать друг друга, обсудить, потому что там будет очень много новых инструментов, таких очень необычных. Поэтому, конечно, нужно будет обсуждать, кто использует их, допустим, на уроках математики, кто-то на уроках литературы. Для историков безумно много сейчас интересных. Для литераторов я вам расскажу, какие сейчас есть инструменты. Просто сама мне же, я же не могу просто так рассказывать про эти инструменты, я же всегда регистрируюсь, некоторые платные оплачиваю, и создаю там что-то сама, свои эмоции какие-то. Все, обо всем этом буду рассказывать. И написала, так старалась, конечно, все это аккуратно, но действительно безумно интересно. Поэтому вот это все будет фиксироваться. Да, вопрос вот по поводу записи вебинара. Да, вам придет примерно часа через полтора-два после вебинара ссылка на вот эту запись. Запись подключена. Так, режимы. Значит, я предлагаю два режима работы. Первый режим для тех, кто, так скажем, зашел, выбрал какой-то модуль и говорит, вот остальное я все более-менее знаю, а вот это мне безумно интересно. Ну и, пожалуйста, самостоятельное обучение на выбранном модуле. Вы можете отвечать, не отвечать. Вам будет приходить статистика на адрес, на который вы зарегистрированы в системе. Вам будут говорить, что вы прошли то-то, набрали столько-то процентов. То есть там как-то вот это все на степке продумано. Хорошая платформа. Я, кстати, настоятельно рекомендую ее. Мы еще с вами об этом будем говорить на курсе, потому что, на самом деле, порой педагог не знает, на какой платформе что размещать и вообще как это все организуется. Мы с вами это посмотрим. Дальше. Первый поток все-таки мне хотелось бы вести самостоятельно, так скажем, руководить этим процессом, для того, чтобы получать обратную связь. И, несмотря на то, что у меня есть огромный опыт создания дистанционных курсов на разных платформах, я обучила, наверное, я даже не знаю сколько, человек 500, наверное, тому преподавателей, учителей, тому, как правильно создавать свой дистанционный курс. Но там были другие платформы, и это совершенно другой подход. Вот здесь я бы хотела сделать такие временные дедлайны. Дедлайны, там, допустим, две недели, два модуля. Человек заканчивает, модули будут закрываться. Потом еще, то есть вот первый поток я бы хотела с дедлайном сделать, для того, чтобы от вас получать обратную связь. Кто быстрее работает, тот, естественно, быстрее закончит курс. Но вот хотела бы первое время посмотреть, как это все проходит и насколько вам хватает времени, посмотреть, насколько у вас загруженность будет. Затем курс полностью будет открыт, и, в принципе, можно делать все, что угодно. Итак, какие особенности? Ну, первое, на что я бы обратила внимание, это, конечно, возможность сетевого взаимодействия. То есть все те, кто учится на курсе, это такая одна большая группа онлайн, которая там пишет ответы, обсуждает, друг друга комментирует, поправляет, вносит какие-то коррективы, там спорит, консультируется. То есть вот это все движение, оно одобряется. Я, естественно, за всем буду смотреть, все это читать и давать обязательно обратную связь. Следующий момент. У вас будет доступ ко всем авторским информационно-методическим материалам, но часть материалов, допустим, те же презентации, там их нет в доступе, там есть запись видео. То есть все абсолютно видеоуроки, они такие вот в формате видео, и там идет презентация, вот как сейчас у нас свое изображение там везде убрала для того, чтобы сократить размер файлов. И, собственно говоря, там будет презентация и мой голос за кадром. В некоторых местах там я еще и музыку ставила, и мультики нарисовала сама, для того, чтобы вы понимали, что даже блондинка может рисовать мультики. Поэтому там на самом деле все не тяжело. Дальше. Возможность гибкого графика и учета всех активностей, выбора режима и темпа обучения. Значит, если вас удостоверение как бы не волнует, у вас это все есть, ради бога, проходите все это бесплатно. Если нужен сертификат и полный комплект вот этих материалов, включая все презентации, тогда заказ сертификата, вот честно не помню, сколько это будет стоить, там где-то, по-моему, может быть, я ошибусь, 650 или что-то такое, 740, ну, где-то вот в какие-то такие разумные цифры, и вы, соответственно, ссылку на облако, где все это размещено будет. Можно будет скачивать все файлы со всеми презентациями, потому что презентации в открытом доступе, ну, как бы в курсе их нет, они там не предусмотрены. Дальше, социальные сети, ВКонтакте, я говорила, мы с вами там останемся друзьями, так скажем, столько, сколько захотим, будем общаться, взаимодействовать, и какие-то проекты я буду предлагать выкладывать в сообщество для того, чтобы видели другие, потому что я думаю, что осваивая вот эти супернеобычные инструменты, у вас появятся супернеобычные проекты. И, конечно, хотелось бы, чтобы все видели, обсуждали, помогали вам сделать это все намного лучше. Так, программа. Что себя включает и какие модули? Значит, мы с вами начнем, ну, это как бы заказ, да, ЮНЕСКО обязательно, и всегда любой курс, и тем более здесь, использование электронных образовательных ресурсов, использование технологии дистанционного обучения, это всегда нормативные документы. И я буду вам очень подробно рассказывать о том, какая нормативка существует. Мы с вами заходим в другую область, и мы с вами помним о том, что незнание законов не освобождает от наказания, да, за их невыполнение. Поэтому мне бы сразу хотелось обратить ваше внимание на то, что есть законы, какие они, что делается в России и за рубежом в этом отношении, и как нам с вами все-таки сделать все для того, чтобы соблюдать эти законы, выполнять их. Поэтому здесь расскажу про цели и задачи для того, чтобы мы не просто, как ежики в тумане, давайте мы вот это изучим, вот это, а есть определенные цели, есть определенные задачи, есть уникальные дидактические возможности, мы их рассмотрим. Нормативные все документы, локальные нормативные акты, международные, региональные и так далее. Обо всем об этом обязательно, потому что это надо знать, обязательно надо знать. Ну и про навыки учителя, что, собственно говоря, необходимо в таком контексте освоить. Дальше. Дальше у меня получился такой очень большой набор цифровых помощников. Я их постаралась распределить по разным модулям, но в некоторых местах даже получилось такое вот повторение, потому что, ну, вот так по ходу получается, что какие-то вещи приходится повторять про цифровые инструменты. Я старалась это сделать разными словами, с разными картинками, но вот в цифровых помощниках. Дидактические возможности, технологии мультимедия, гипермедия, то есть какие инструменты позволяют реализовать мультимедия, гипермедия, вообще что это за технологии. Виртуальная дополненная реальность и активные методы обучения. То есть вот есть такие технологии, вот таким-то образом можно сделать учебный процесс такой вот активным. разместила здесь ссылки на эти инструменты. Рассказала о них немного. Дальше. Дальше про электронные образовательные ресурсы. Сейчас эта тема такая тоже больная, помимо того, что есть цифровые сервисы, с помощью которых можно там, ну, допустим, рисовать ленту времени. Но есть электронные ресурсы, которые размещены либо в открытом доступе, либо вы там сами, как человек творческий, креативный, пытаетесь что-то создать. Значит, нужно рассмотреть вот эти ресурсы для того, чтобы мы с вами понимали друг друга. Каков же состав, какая типология. Я расскажу про ГОСТы, в которых все это есть. Там есть приложение, если кто-то захочет более подробно, я там самое основное выписала, отдельно приложила такой файлик. Дальше расскажу про дидактические и методические цели. Тоже, чтобы для того, чтобы не как я уже в тумане это все взяла, как попало, используя. А вот есть такие-таки, дай-ка я выберу самое выгодное, как педагог, как методист. Большой очень раздел у меня получился про интерактивный доступ, потому что в этом разделе включила информацию про системы искусственного интеллекта, потому что они обеспечивают самый лучший вариант обратной связи. Вот здесь тоже рассказываю про эти системы таким простым, доступным языком, для того, чтобы было понятно, что это такое. Следующий момент. Создание электронных образовательных ресурсов. Значит, вот мы изучили, а кто-то говорит, а я хочу научиться создавать. Вот что это такое? Как мне его создать? Какие есть подходы? Какие есть инструменты? И вот почему я говорю, что пришлось в некоторых местах повторяться. То есть там в целом для активизации, а здесь вот уже прям четко по пунктам, какие есть подходы. К каждому подходу какие есть инструменты и описание этих инструментов. Что с их помощью можно создать? То есть вот здесь вот пришлось, честно говоря, повториться. Я пока не хочу ни там, ни там это убирать, потому что оно как-то вот дополняет. Если человек не хочет создавать, он посмотрит про активизацию, там это есть. Создание, значит, здесь тоже, ну, тут немножко в другом аспекте. Дальше. Этапы разработки электронных образовательных ресурсов. Как их создавать? Этап первый, этап второй. Для того, чтобы, ну, тоже это все делать быстро и грамотно, не наступать на грабли. Анализ, оценка, экспертиза. Несколько подходов. И тоже, допустим, вот экспертиза. Вы сделали какой-то программный продукт. Как понять, насколько он эффективный, насколько он результативный, как проводится эта экспертиза? И у меня был большой опыт, так скажем, разработки вот этих всех оценочных листов. Мы для разных проектов это делали. На самом деле эти оценочные листы были впервые так представлены педагогической публике в Министерстве образования. Еще с начала 90-х были разработаны психопедагогическое, дизайн-оргономическое, технико-технологическое. То есть вот эти вот все моменты, казалось бы, такими страшными названиями, я собрала в одну табличку для того, чтобы вы могли оценивать друг друга, для того, чтобы вы могли оценивать готовые программные продукты, свои там предварительно оценить. То есть вот эти все моменты, они все здесь есть. И есть рабочая тетрадь, которую вы можете скачать и заполнить, отправить для того, чтобы проверить, посмотреть, что у вас получилось. Дальше мы рассматриваем вопросы, связанные с совершенствованием педагогических технологий. Ну, я как теоретик тут себя, так скажем, всячески останавливаю для того, чтобы теории было как можно меньше, и она была такой абсолютно прикладной. Но развести разные технологии, деятельностную, личностно-ориентированную, компетентностную модель, проблемное обучение, проекты и так далее. Я постаралась именно вот как бы так точечно все это разделить, показать, что это за технологии, как они реализуются, за счет каких инструментов. Очень, так скажем, четко здесь построение траектории индивидуального обучения, что это такое, как это строится, за счет чего очень много внимания. Просто вот последние дни огромное количество статей, связанных с развитием soft skills, таких универсальных качеств. Вот об этом мы тоже поговорим, каким образом развивать эти качества с помощью цифровых технологий. Отдельный раздел связан с дистанционными образовательными технологиями. Работаю одновременно с учителями. У меня тут была большая группа с колледжа. И, конечно, много работала и работаю с преподавателями вузовскими как раз по дистанционным образовательным технологиям. В школе это немножко такой более счастливый для учителей, более упрощенный вариант, но тоже нужно знать, что такое дистанционное обучение, смешанное, перевернутый класс, как это все решается, какие есть инструменты, что можно использовать, что такое ЛМС, система дистанционного обучения, нужно ли вообще ее в школе применять или использовать более простые какие-то инструменты. Вот об этом обязательно расскажу. Затем, как организовать информационные взаимодействия. Что такое, допустим, консультирование, какая-то помощь, создание такого вот дистанционного ресурса на тот случай, если детеныши заболели гриппом массово, как у нас часто зимой бывает. Вы там разместили, они пока там слегка болеют или слегка выздоравливают, могут этим воспользоваться. Вот как это сделать? Расскажу. Ну и, конечно, все вот эти проектные методы, как организовать конкурсы, веб-квесты с использованием новых инструментов. Это тоже очень важная и интересная тема. Ну и сейчас очень много говорят про цифровую информационно-образовательную среду. Не обсуждают ее только ленивые, наверное. У нас есть цифровая образовательная среда в Министерстве образования. Мы с вами ее тоже рассмотрим обязательно. Но внутри, в образовательной организации, какие есть компоненты, какие есть программные, программно-аппаратные решения. Я приведу вам примерную программу информатизации школы, то есть вот эти этапы, что на каком нужно сделать, как построить дорожную карту. И, конечно, тоже любимая такая тема, это взаимодействие с профессиональным сообществом, потому что современные технологии дают очень хорошие возможности для любого педагога непрерывно вот просто с утра до ночи повышать свою квалификацию. И мы с вами тоже об этом обсудим. Я расскажу, как это лучше сделать, как организовать сообщество, стоит ли это делать. Если вы это сделали, то это, как говорится, то, что вы приучили, бросить уже нельзя. То есть вот такие вот основные моменты мы обсудим. Ну и в завершении будут, конечно, я вам расскажу о перспективах. Последний вот буквально на днях закончился шикарный совершенно, шикарная выставка BET 2020. Там есть несколько таких новых тенденций, за которыми я тоже слежу. И, соответственно, сейчас вот быстренько монтирую такие вот перспективы сюда, в этот онлайн-курс. Вот обо всем об этом буду рассказывать. Структура всех разделов, она такая типичная, теоретическая часть. То есть мы с вами сначала определяемся, расставляем все точки над «и», что чем называется, что такое дистанционное обучение, почему нельзя говорить дистанционное образование, ну и так далее. Значит, теория, определились с понятиями, чтобы говорили на одном языке. Здесь будет видео, учебный материал, там такие шажки последовательно можно делать, в таких экранчиках прочитали, на вопросы ответили, обсудили. Много ссылок будет и методических рекомендаций, как все это делать. Методически в основном я буду в видео озвучивать, в видеоуроках. Ну и, конечно, практическая часть, рабочие тетради, которые созданы, прямо скажем, не вчера. То есть это вот мой опыт многолетнего преподавания с 99-го года этой дисциплины. Постоянно мы со студентами все это совершенствовали. Задания. Ну и контроль. Там будут небольшие тесты, ну такие самые простенькие, потому что, еще раз повторюсь, я небольшой любитель тестов и кейсов, вернее, тестов, стараюсь кейсы какие-то давать, конкретные примеры. У меня есть очень хорошие примеры разработки методик, проведения тех или иных уроков. Вот когда мы делали проект по многомерным ресурсам, там все это есть. Ну и я, конечно, предполагаю последовательное обучение всех модулей, но в принципе все желающие могут вот из того, о чем я говорила, выбрать то, что вам больше всего понравится. Ну вот это основные моменты, и я готова ответить на ваши вопросы. Значит, чем отличается инструмент от сервиса? Ну инструмент – это то, с помощью чего мы делаем, а сервис – это который, ну как бы дополнительный, какие-то усовершенствования того, что, допустим, сервис для размещения презентации, а инструмент – это то, с помощью чего мы делаем презентацию. Да, Сан Саныч, да, у нас любитель вопросов. Так, уважаемые коллеги, я готова ответить на ваши вопросы. Даже уложилась немножко быстрее, чем планировала. Так, и…